11.06 в Кирове. Сегодня среда. Студия Олег Прохоренко и Светлана Занько. И это «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Расстроились. Как чувствует себя жилищное строительство региона? Вот тема нашего «Разворота на бизнес» сегодня. И мы пригласили для того, чтобы сделать такой срез, мы это делаем традиционно, делать такой срез в начале 2020 года наших постоянных спикеров и экспертов от крупнейших застройщиков региона. Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железно» здесь с нами. Добрый день. Добрый день. Дмитрий Ярошенко, директор по продажам специализированного застройщика «Кировспецмонтаж». Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. И Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская». Добрый день. Добрый день. В конце прошлого года, в ноябре, министр строительства и ЖКХ России, который остался сейчас на своем месте после всех заявлений президента и перестановок, он до сих пор министр, Владимир Якушев сказал следующее. «Нас стало настораживать цифры уменьшающегося количества разрешений на строительство. В случае, если эта тенденция не будет изменена, можем получить не повышающий, а понижающий тренд по обводу жилья». И говорит он о том, что именно регионы сокращают количество разрешений, которые выдаются на строительство, и это беспокоит министерство. Но строительство, в общем, ведется в регионах, а не где-то в виртуальном пространстве в федерации. Да, но просто это важно для наших слушателей. Нужно сказать, что разрешение на строительство выдается региональными властями, региональным застройщикам. Да? По запросу. Сейчас мы будем разбираться. И, кстати говоря, эту тревожность Юрий Анатольевич Захаров как минимум разделяет, потому что мы говорили, конечно, перед эфиром, и специально после этого разговора отправили запрос в правительство Кировской области на информацию по количеству выданных разрешений в регионе. Ответ на этот запрос сейчас лежит перед глазами каждого из наших спикеров, и мы попытаемся проанализировать ситуацию. Юрий Анатольевич, ваш был вопрос и ваша была тревога. Скажите, пожалуйста, вот этот тревожный тренд, действительно ли он тревожный? Сокращение количества выданных разрешений на строительство, и как, с вашей точки зрения, обстоят дела в Кировской области? Это уже не тренд даже, это новая реальность, которая сформировалась в сфере жилищного строительства по всей стране, на самом деле. Новые правила работы в 214-м федеральном законе существенно усложнили работу компаний строительной сферы в связи с тем, что требования к собственному капиталу в составе проектов резко увеличились. Условно с нуля, до 20% это первое. Второе, для того, чтобы даже у тех, у кого эти деньги принципиально есть, требуется пройти сито банковского регулирования. И соответствие финансовой структуры компании, соответствие ее баланса, ее активов, опять же, масштабу строительства тоже проверяются теперь уже банками. И, по сути, банки стали в каком-то смысле новым контролирующим органом в области жилищного строительства. Не все компании... Даже не просто банки, а у нас там есть монополист. Банк, Сбербанк, который еще в прошлом году нам называл цифру, сейчас вот я не вспомню какую, но она очень высокая, это была цифра. И Сбербанк ставил перед собой задачу еще больше захватить вот этого рынка, доходя до 90 почти процентов. Ну, да, особенно в регионах, где слабая филиальная сеть иных банков, этой истории легко удается, на самом деле, для Сбербанка. И какое-то время Сбербанк был единственным банком в Кирове, который выдавал проектное финансирование под открытие скроу-счетов. И в нашей компании, да, основной сейчас пул проектов финансируется через Сбербанк. Причем во всех городах, и в Вежевске, и в Ульяновске, и в Кирове мы строим через Сбербанк. Единственный договор, который мы совсем недавно получили в конце прошлого года, это банк ВТБ, который вместе с нами очень длительно согласовывал эту процедуру с Москвой. Ну, все-таки благополучие все решилось, но опять это было очень сложно, скажу вам честно, непросто. Поэтому это действительно новая реальность, в которую встраиваются или не встраиваются, не получается, компания из строительной сферы. Некоторые компании, объективно понимая, что у них не получится соответствовать новому требованию, банально сворачивают свою работу на рынке и заканчивают те проекты, которые были начаты еще по ранее утвержденным правилам. Могу я тогда уточнить, все-таки этот тренд по сокращению выдачи разрешений, но я как посмотрел по статистике сдачи жилья с января по ноябрь 2019 года, сокращение к предыдущему году, к 2018 практически в полтора раза по площадям, по тысячам квадратных метров, что он связан именно с изменением, с вводом в действие 214-го федерального закона, с этими изменениями, а не с спросом сокращающимся граждан на приобретение жилья. Разрешите мне, Дмитрий Сергеев. 11 месяцев это все-таки не показатель, потому что у нас большой объем ввода жилья приходится на последний месяц, на декабрь, и поэтому цифру надо смотреть уже годовую. Тогда можно сказать, сколько будет введено жилья в 2019 году по сравнению с 2018. Я, конечно, ожидаю, что будет сокращение, в первую очередь, индустриального жилья, то есть жилья, которые строят застройщики, а не частного домостроения. А вот то, что экскроу-счета повлияли, да, повлияли, но это не единственный, и, наверное, на мой взгляд, это не основной фактор. Первый фактор, который влияет на уменьшение выданных разрешений строительства, это снижение платежеспособного спроса в городе Кирове, Кировской области. Именно платежеспособного спроса, то есть потребности есть, но нет возможности у людей брать ипотеку и приобретать новое жилье. То есть люди, пока на сегодняшний момент идет тенденция, скажем так, не роста, то есть реальных доходов семей, а где-то и снижения, поэтому люди откладывают покупку дорогостоящих вещей, в том числе и улучшение своих жилищных условий, на более благоприятные условия их финансового состояния, пока это не позволяет делать. — Понятно. То есть на данный момент ситуация с двух сторон поджимается. — Да, то есть эти факторы здесь сошлись просто в одну точку, они еще усугубили, я не знаю, что здесь основное, но мне кажется, они такие равноценные факторы, и оба повлияли со знаком минус. — В ответе на запрос, который мы посылали в правительство Кировской области, мы спрашивали, сколько разрешений выдано в Кировской области на строительство, мы получили следующие цифры. Ну, во-первых, мы спрашивали, естественно, по планируемым объемам жилищного строительства в Кировской области. И здесь мы видим, что на 2020 год расчетная цифра 675 тысяч квадратных метров. В 2021 году она снизится по планам до 648, а с 2022 года будет расти 717, 23, 772, 827. Что говорит Минстрой, наше региональное уменьшение? Количество выданных разрешений на строительство, в том числе разрешение на строительство жилья, связано с принятым законом, федеральным законом от 3.08.18 номер 340 о внесении изменений в градостроительный кодекс, согласно которого выдача разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства заменена выдачей соответствующих уведомлений. Здесь я не вижу ничего про эскроу-счета и совершенно не вижу ничего про падающий потребительский спрос. Исходя из Ваших слов, Дмитрий Валерьевич, правительство как будто бы проанализировало, что падает потребительский спрос, и в связи с этим решило, логично вроде бы, сократить количество выданных уведомлений. В ответе совершенно другая история. Почему в мотивационной части ответа именно 347-й ФЗ фигурирует? Кто может прокомментировать? Дмитрий Валерьевич. То есть у нас объем введенного жилья складывается из двух величин. Это жилье, которое вводилось индустриальным способом, то есть строили застройщики, и жилье, которое было построено индивидуальным методом строительства. Вот оценить реально, сколько будет введено этих частных домовладений, наверное, на сегодняшний момент не составляет возможности. Почему? Потому что, во-первых, короткий срок строительства, во-вторых, это уведомительный порядок. Я бы сейчас добавил сюда еще изменение законодательства, связанное с возможностью прописки в садовых домиках. То есть, чтобы прописаться, его тоже нужно ввести в эксплуатацию. То есть, те домики, назовем их так, которые были построены 5, 10, 15 лет назад, сейчас их будут подавать в уведомительном порядке разрешения строительства, будут вводить в эксплуатацию. Это, опять же, повлияет на количество введенных метров квадратных жилья. За счет этого, да, то есть общий объем введенного жилья в области, он, по моим оценкам, он немного упадет по сравнению к прошлому году, но незначительно. А вот если мы проанализируем в разрезе индустриального жилищного строительства, то да, там падение будет серьезно. Это десятки процентов. Но как раз индустриальное строительство, оно и приносит наибольший объем именно нового в квадратных метрах жилья, потому что индивидуальное строительство, это, как правило, частная застройка, один домик, одна семья. Да. Плюс еще добавим, все-таки пока есть возможность еще и дачной амнистии, то есть это тоже добавляет в копилку отчетности метр квадратных, которые реально не построены, они были там введены, ну, реально, то есть несколько, может быть, лет назад, а отчитываются за них сейчас. То есть правильно мы понимаем, и судя по цифрам, и судя по тому, что вы говорите, количество сданного индустриального жилья в ближайшие 2-3 года будет падать. Я полностью согласен с этой оценкой. Все согласны с этим. Ну, прогнозы даже правительства РФ говорят о том, что к 22-му году пессимистический сценарий говорит о том, что отрасль упадет в два раза, то есть с 80 текущих примерно миллионов квадратных метров до 40 миллионов квадратных метров жилья. Как-то скажется на покупателях и на жителях, мы тоже должны об этом будем поговорить, сейчас будет короткий перерыв, перед которым я озвучу номер телефона прямого эфира 211-101. Также у нас есть вайбер для того, чтобы вы писали свои сообщения 8-909-720-101.0, 8-909-720-101.0. И пользуйтесь телеграммом, канал Эхо Кирова. У меня, например, вопрос. То есть падение отрасли в два раза, как это скажется, на цене на квадратный метр, да, это самое важное, и все выходящие последствия. Пожалуйста, кировчане, звоните и задавайте вопросы нашим спикерам, и пишите свои комментарии. Юрий Захаров, компания «Железно», Дмитрий Ярошенко, Кировспецмонтаж, Дмитрий Сергей, ферма «Маяковская», крупнейшие застройщики нашего региона здесь, в нашей студии, Олег Прохоренко и Светлана Занько за микрофонами, ведущие «Разворот на бизнес» расстроились, как чувствует себя жилищное строительство региона. Вот здесь вот до за полминуты уже успели подискутировать наши гости. Юрий Анатольевич Захаров перед уходом на перерыв сказал, что даже по прогнозам правительства Российской Федерации, в частности, прозвучала фамилия Мутко, Мутко-то, кстати, на своем месте? Нет, нет, на его место пришел, но молодой. Да, да, по этим прогнозам практически в два раза отрасль упадет. И это мнение, которое приводит Юрий Анатольевич Захаров. А вот Дмитрий Анатольевич Ярошенко не согласился с ним, не сказал, что в перерыве. Что это пессимистический сценарий. Что это пессимистический сценарий и не допустят. Что вы имеете в виду, Дмитрий Анатольевич? Власти не допустят такого падения этой отрасли. Потому что? Потому что это очень важная отрасль для всей страны, для жителей. Давайте проанализируем ситуацию. Вот есть ли этот пессимистический сценарий действительно мы видим сейчас? Во-первых, что, Юрий Анатольевич, что нам говорит о том, что он, скорее всего, состоится? Потому что, судя по тому, что вы говорите, вы в него верите. Ну, я верю, что тренд именно туда, а не на рост, это очевидно. Дело в том, что 2022 год формируется в 2020 году. Для большинства застройщиков даже чуть ранее. Потому что жизненные циклы проектов, особенно строящихся в больших городах, многоэтажных, это два с половиной года. То есть, по сути, мы понимаем, что те разрешения, которые были получены с середины прошлого года, условно говоря, по 2020 год, сформируют тот объем сдачи, который будет в 2022 году. На сегодняшний момент крайне мало запросов на выдачу разрешения на строительство в стране. Опять же говорю, причина... Запросов со стороны строительных компаний? Да, застройщиков в стране резко уменьшилось, прошу прощения, резко уменьшилось количество запросов на выдачу разрешения на строительство по всей стране. Соответственно, это все отразится именно на объемах сдачи в 2022 году, прежде всего. Такой вот год будет провальный по объему сдачи. Вопрос в том, что мы действительно видим, здесь я согласен, что государство, как минимум, будет стараться не допустить этого. И в текущем контексте мы видим послание президента, по сути, во многом было посвящено в том числе поддержанию и этой отрасли через демографический фактор. То есть все материнские капиталы, которые будут выдаваться за первого, за второго ребенка, все они, по сути, будут инвестироваться этими домохозяйствами в жилищное строительство. Поэтому факторы поддержки мы видим, но еще раз говорю, времени не так и много для того, чтобы в 2022 год успеть, скажем так, поддержать. Поэтому для того, чтобы это успеть сделать, эти застройщики должны где-то, во-первых, получить определенную долю оптимизма, которой нет действительно рынка, то есть падающий спрос со стороны населения, это первое. Второе. Должны решить, прежде всего, именно вот эти финансовые вопросы, связанные с соответствием новому 214 ФЗ. Вопросы сложные. Действительно, ножницы получились с двух сторон, которые отрезают хороший объем платежеспособного спроса, с одной стороны, с другой стороны, требуют от компаний быть абсолютно ликвидными, финансово устойчивыми, такими прям вот очень-очень финансово здоровыми. И таких компаний в России немного. Поэтому даже мы видим по решениям правительства РФ, крупнейшие застройщики, такие как ПИКО, ЛСР, получили статус системообразующих застройщиков, и на них требования нового закона не распространяются в той или иной части. Это тоже удивительный факт, что, по сути, идет поддержка неких коммерческих структур. Да, монополизация рынка, консолидация рынка. И она будет происходить очевидно. То есть те компании, которые имеют доступ к какому-то глобальному капиталу, в этот период времени могут тем или иным образом увеличить долю своего присутствия, расширить долю емкости рынка, занимаемой этой компанией. Причем могут пойти в регионы. И уйти в регионы в том числе, да. Другое дело, что наш кировский регион с этой точки зрения не очень привлекательен для подобных компаний. Строить и продавать за 40 тысяч рублей, я думаю, что ни одна федеральная компания не умеет просто, ну физически не умеет, потому что их в основном базис у ПИКО, например, это собственное производство, панельное домостроение, свои ДСК, перетащите из Подмосковья сюда панели, это уже как бы просто дополнительная копейка, как и себестоимости, да, и ожидать их здесь маловероятно. Безусловно, они будут захватывать города-миллионники, там, где они понимают рынок, где они вписываются в ту себестоимость и цену продажи, в которую, ну, то есть эта поляна им известна, поэтому туда они точно придут, города там 500+, в зависимости, там, опять же, от их платежеспособного спроса, они будут второстепенны для таких компаний. Дмитрий Анатольевич, Вы сказали, они уже... Они разработали программу ПИК-франшиза, и они готовы уже продавать франшизу в любой город, там определенные условия есть. Что значит франшиза от строительной компании федеральной? Как это выглядит? Это их проекты, их стандарты строительства и три стадии партнерства. Просто партнер, сертифицированный партнер и брендированный партнер. Фактически... На третьем этапе партнер, местный застройщик может называться уже ПИКом. Для этого нужно выполнить много условий. То есть фактически местные компании становятся подрядчиками в строительных проектах ПИКа? Они передают стандарты, проекты, методологии. Ну, это не совсем ПИК, мы понимаем, да? То есть это, по сути, ПИК продает свои ноу-хау, знания, умения компании за деньги. И эта компания должна к своей себестоимости, в каком-то смысле, плюсануть те расходы, которые она понесет на покупку и обслуживание этой франшизы. А значит, все это скажется на стоимости? В то же время они предлагают льготное финансирование. Льготное финансирование за счет как раз вот этого своего особого положения, поддержанное правительством. Есть ощущение, что компания «Кироспецмонтаж» серьезно рассматривала эту историю. Рассматривала эту историю. Мы изучили вопрос, но ни в коем случае. А почему ни в коем случае? Почему? Мы самостоятельная компания. Хорошо бы, чтобы в следующем году мы, когда встретились с вами, да, я не знаю, хорошо ли. Может быть, это неизбежность, и все поменяется. Но мы посмотрим, в следующем году будет ли наша компания со своей историей, кстати, вот этот вопрос. И к чему это приведет? А если можно, в свете этих трендов, вот мне интересно, вообще интересно, есть же два типа работы на жилищно-строительном рынке. Как раз у нас представители есть и девелоперская компания, которая разрабатывает проекты, реализует их, привлекая подрядчиков. И компании, которые реализуют самостоятельно полностью от начала согласования проекта до сдачи жилья в аренду, спецмонтажа даже своей площади, ДСК и так далее. То есть, можно сказать, полный цикл работ. То есть, вот в этих условиях какой компании интереснее, наверное, проще будет существовать при наличии угрозы прихода федеральных под разным соусом, как франшизы и так далее. А я предлагаю... То есть, в новых трендах, в новой реальности. А я предлагаю сейчас Дмитрию Сергееву на этот вопрос ответить. Ты про КСМ и железно заговорила. Что Маяковская думает? Ну, вот угроза такой глобальной, что придет сюда какой-то крупный застройщик извне, ну, скажем, федеральный, и поглотит весь рынок, я ее не вижу. Для города Кирова это невыполнимый на сегодняшний момент сценарий. Почему? Потому что, ну, уже сказали, это низкая маржинальность нашего строительного рынка для крупных компаний. Поэтому, да, продать франшизу, то есть, ну, по сути дела, покупать, получать деньги за то, что ты не делаешь, да, то есть, это один момент, продать свое, там, как бы, знание, умение, компетенции, да, а реально заходить своими проектами, рисковать своими деньгами, я думаю, что никто сюда не взойдет. Поэтому такой угрозы нет. И компании, которые здесь на кировском рынке работали устойчиво себя чувствуют на сегодняшний момент, я думаю, что они останутся. То есть, я думаю, через год, ну, больше десятка строительных компаний будут заниматься, строительных, диоперских, я здесь делить не буду, будут заниматься жилищным строительством в городе Кирове, Кировской области. Почему? Потому что есть еще и федеральная программа, которая, может быть, чуть-чуть расширит дислокацию жилищного строительства, но недалеко от города Кирова. А что с районами? Районы – это только федеральная программа переселения из ветхого аварийного жилья. То есть, пока на сегодняшний, там, ближайшую перспективу, три года, я не вижу, что там жилищное строительство развернется. За исключением частного. Давайте проанализируем, что произошло за последние два года. Правильно я понимаю, что мелкие компании строительные уже умерли в регионе? Их уже нет? Правильно говорить, не мелкие, а умерли те компании, которые не имели финансовой устойчивости. Прежде всего они. И те компании, которые делали продукт, который не востребован рынком. То есть, этот сегмент, отсюда ушли и большие компании, как мы знаем, да, и средние компании, и маленькие компании. Насколько сжалось представительство строительное? Сколько в два раза, в три раза меньше компаний стало строительным? Я не обладаю такой статистикой, может, Дмитрий Валерьевич, может, да. Нет, статистикой идет такой. Ну, навскидку. Четверть не стало компаний, половины не стало. Это интересно. То есть, могла существовать компания, за которой ничего не было, да? То есть, там, один дом построили, когда-то в 90-е годы, но компания числилась. То есть, численность, количество и качество, эти вещи не соизмерим. А что мешает? Вот вы сейчас говорите, все хорошо, мы останемся. У нас компания из большой истории, покупатели доверяют, мы устойчивые, финансы позволяют, подушка и так далее. При вот той тенденции, которую нарисовал нам Захаров, когда есть компании, практически монополисты, что касается доступности финансовых ресурсов в отношении законодательства, получают вот эти преференции от государства, что мешает государству пойти дальше, дать им конкретно преференции или поручения, как там, каким-то единоличным операторам нацпроектов по строительству жилья, просто вот таким волевым решением выстроить структуру так, что вы хотите, не хотите, либо превращаетесь в тех, кто покупает франшизу, и действовать вот так вот, либо никак. Можно еще немножко вернуть к предыдущему вопросу? То есть, вот почему компании уходили с рынка? Вспомним жирные времена, да, то есть, когда была маржинальность на строительном рынке, жирное строительство высокое, на этот рынок пошли все, у кого были какие-то накопленные первоначальные инвестиции, какие-то собственные денежные средства. И то есть, на рынке появились непрофессионалы, которые вчера занимались торговлей, а сегодня строят дом. Вот сейчас как раз, я думаю, что рынок очищается, и вот эти случайные, скажем, люди, случайные компании, которые на этом рынке оказались, они уходят. То есть, рынок самоочищается, то есть, это естественный рыночный процесс, и он не приведет к монополизации, он приведет к укрупнению, он приведет к тому, что качество застройщиков, оно повысится. Да, но мы об этом говорили с вами еще год назад. Ну, у нас просто процессы в строительстве не быстро происходят. Согласна, а два года назад еще тут сидели такие, вы же, и еще сидел Крутихин и говорил о том, что нет, ничего вашей тенденции не сыграет. Потом согласились, что да, железно там сломало рынок, и все теперь в новых стандартах работают и прочее. Ну, окей, но все-таки я возвращаюсь к своему вопросу. Почему вы думаете, что государство свои механизмы не включит и не заставит вас работать под знаком пика? Ну, я не вижу таких, например, опасений для своей компании, потому что мы для пика точно неинтересны со своими 10 тысячами метров квадратных жилья в год. Вы сейчас так думаете, а когда вас будет много, и вы все будете под флагом пика работать, не факт. Мы сейчас прервемся, а, все мотают головой. Ну, ладно, мы прервемся на полторы минуты и продолжим дискуссию. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Мы продолжаем программу. Идет очень бурная дискуссия, не прерывающаяся ни на минуту даже в перерыв. Мы говорим сегодня на тему, как чувствует себя жилищно-строительная отрасль Кировской области в свете тенденций, которые есть в стране, и в свете реально-фактического сокращения выдачи разрешений на получение разрешений строительными компаниями на строительство. И последнее, о чем мы говорили, как раз касается о жизни в новых реалиях. Насколько есть велика угроза прихода в любых видах в Киров крупных застройщиков, игроков, которые сейчас в Москве и Подмосковье строят. Пришли к выводу, что им пока неинтересно, собственно, в Кирове строить, потому что очень невысокая маржурнальность и очень низкая покупательная способность. Но есть задачи государства. То есть в свете того, что мы видим тенденцию по реальному и значительному падению строительства и сдачи жилья, но есть другая государственная задача – увеличить демографию и обеспечить всех жильем. И тут вот как раз история про прелегированные крупные компании, которые получают доступ к финансам. И, Олег, мне кажется, ты совершенно верно заметил в перерыве, что государству в такой ситуации гораздо проще оперировать и работать и проводить свои госпрограммы через несколько застройщиков крупных, которые будут строить, отчитываться по определенным стандартам, получая финансы от государства, чем через большое количество, пусть и родных региональных компаний. Вот на самом деле Дмитрий Ярошенко КСМ сказал, что нет-нет-нет, такого не будет. А Захаров с ним поспорил. Еще по полторы минутки. Нет, я поспорил о том, что ПИК – абсолютно частная компания, часть ПИК является собственностью банка ВТБ. Банк ВТБ, по сути, государственный банк. Ну и, в общем-то, все плавно переходит к теме национализации в кутоминном смысле. Здесь есть еще. Как бы это там не звучало, суррогатно или впрямую. Ну, еще раз, это какой-то совсем уж неприятный сценарий. Апокалипсис. Апокалипсис, да, когда отрасль станет только государственные застройщики, будут строить тем или иным образом даже в регионах. Если не придет государственное финансирование, то есть если будут выделены крупные государственные деньги, то да, их придут осваивать те, кто государству близок, те, кто государству лояльен. То есть их на мелких застройщиков не распылят. Но пока о таком, скажем, вбросе денег именно в жилищное строительство речи не идет. А материнские капиталы, это не крупные государственные деньги? Но он вбрасывается через волю частного домохозяйства, поэтому здесь этой волей управлять сложнее, хотя тоже механизмы разные есть. Но на самом деле институт, который может эту функцию выполнить, он государством создан уже давно, он существует, называется Дом РФ. И там действительно есть деньги, которые вброшены просто... Это внешэкономбанка подразделения? Нет, это самостоятельно. Раньше он назывался ИЖК, потом перенадут в Дом РФ. И, в общем-то, через них финансируют в том числе жилищные строительства. По сути, это квазибанк, который финансирует строительную отрасль. Это та структура, куда ушел муткон. А, прекрасно. Хорошо, ну вот нас вернул Дмитрий Анатольевич Ярошенко к вопросу Олега по поводу того... По поводу разницы девелоперских компаний и застройщиков с полным циклом. Да, в современных реалиях кому удобнее, выгоднее, интереснее работать. Как себя чувствуют? Тут несколько сторон. Финансовая сторона, технологическая сторона. С технологической точки зрения проще работать, когда ты компания полного цикла. То есть не нужно сомневаться в каких-то подрядчиках, искать подрядчиков. Все свое производство сырья можно выстроить четко под темпы строительства. С другой стороны, при меняющемся спросе и, соответственно, меняющихся темпах строительства, особенно на пониженных трендах, очень сложно обеспечить работы собственного производства, собственных подрядчиков, строителей. Ну и коллектив сложно увеличить кратно или сократить кратно одномоментно. Да, поэтому были периоды, когда компании полного цикла чувствовали себя очень-очень хорошо за счет этого, за счет вот этой полноты, а есть периоды, когда это являются определенные обузы. А мы сейчас в каком периоде находимся? Во втором. Во втором. То есть я бы, более-менее в моем понимании, то есть на растущем тренде, наверное, лучше быть компанией полного цикла, а на нисходящем тренде лучше быть девелопером, отрезанным от своей производственной базы. То есть вот эти затраты тебя съедать не будут. Хотя это мое личное субъективное мнение. Ну я здесь как бы с точки трендов согласен, но, например, мы в классическом виде девелопер, все-таки не строительная компания, то есть мы управляем процессами так, чтобы получить оптимальный результат. И это стратегия, которая позволяет нам принимать лучшие решения в любом периоде времени. Это же решение позволяет нам развиваться оригинально без особых сложностей, потому что компания, которая привязана к собственному фундаменту базе заводу, развиваться в другом городе невозможно. Классический девелопер может организовать свой офис, бизнес в любом городе, если у него есть, опять же, на то определенные ресурсы, там человеческие, финансовые, организационные. Какие еще? И амбиции. И амбиции, да. Если это все складывается, то компания может развиваться оригинально. Для нас это была изначальная стратегия, поэтому мы с самого старта видели себя именно классическим девелопером, который может, по сути, отсистематизировав свои знания и умения, компетенции, реализовывать их на любых рынках Российской Федерации. Я думаю, что на рынке просто и те и другие будут представлены, и будут работать и те и другие. Как в условиях падающей финансовой состоятельности домохозяйств, в условиях увеличивающегося государственного регулирования рынка, уменьшающегося доступа к финансам в строительной отрасли, как в этих условиях и логического сокращения количества сданных квадратных метров, как эти условия скажутся, по вашему мнению, в ближайшей перспективе двух-трех лет на стоимости жилья? — Меня, да? — Да, я смотрю на Дмитрия Сергеева. — Значит, мое видение рынка, то есть объемы предлагаемого жилья будут сокращаться, но резкого роста цены на квадратный метр я не вижу. Почему? Потому что мы зажаты здесь потребительским спросом, возможностью приобретения жилья. — Плюс есть конкуренция все-таки на рынке. — То есть жилье будет расти, но темпы эти будут незначительные, они назначены будут ниже инфляции, и в ближайшие 3-5 лет, я думаю, что такой тренд будет. — И доступность жилья для домохозяйств останется на прежнем уровне? — Да. — Так, интересно. — Дмитрий Анатольевич согласен? — Рост составит не более 3-5% ежегодный в год. — В стоимости квадратного метра? — Окей, Юрий Анатольевич. — Ну, у меня, наверное, прогноз не менее приятный для потребителей. Я считаю, что рост будет, он будет выше инфляции, которая в нашей стране сейчас рекордно низкая. И как раз этот рост придется вот на 22-23 год, когда на рынке будет очевиден недостаток качественного жилья. Потому что многие потребители у нас выбирают жилье по признаку, например, оседлости. Именно в этом районе надо взять жилье. Представьте, что в этом районе строится только один дом. Людей там живет много, и, в общем-то, такой спрос на этот дом будет достаточно серьезный. Поэтому не все объекты возможны, но в целом, в среднем по отрасли, я считаю, что рост, может быть, ближайший 20-21 год будет не таким бурным. Поэтому вот когда, очевидно, уже все ощутят ограничение выбора, этот спрос будет, может быть, даже скачкообразным. У меня в этой же сфере вопрос, немножко о другом хотел поговорить. Вот такие же провалы в объемах строительства жилья или потребительского спроса в предыдущие периоды. Крупные застройщики, особенно компании, которые сами являются застройщиками, у которых есть специализация хотя бы отчасти на строительстве промышленных торгово-офисных объектов, они поддерживались с помощью в том числе заказов государственных строительств, каких-то там заводов, инфраструктурных объектов и так далее. Насколько сейчас эта возможность есть и насколько вы заинтересованы, смотрите в эту сторону? Дмитрий Анатольевич, наверное, да? Мы с удовольствием рассматриваем варианты строительства объектов социальной инфраструктуры, школ, детских садов. Поэтому... То есть, если подобные тендеры есть, то вы будете участвовать? Будем рассматривать экономику, будем рассматривать все вопросы, да. Нет, но это с удовольствием вы рассматриваете, когда вы видите, действительно экономику рассмотрели, и эта экономика, она в нормальной перспективе дает выхлоп и дает выгоду строительной компании. А есть ведь совершенно другие механизмы, когда срочно нужно построить, причем за свой счет, а потом будет когда-то рассчитываться государство. Что не очень выгодно, на самом деле, с точки зрения экономики, но вам приходится соглашаться. Есть такие ситуации, Юрий Анатольевич? Ну, безусловно, есть, действительно, так как многие бюджетные деньги ограничены определенными бюджетными циклами, возникает история, когда надо сделать это в бюджетный цикл, и мы в два раза в эту историю попадали, когда там за 8 месяцев надо было школу построить, на тысячу учащихся. В этом, в прошлом году мы за 3,5 месяца строили детский садик на 270 детишек. Мы готовы в этой истории участвовать, опять же, за счет того, что мы компания девелоперская и умеем быстро организовывать определенные процессы, связанные со строительством. У нас это получается. Компаниям, конечно, такого производственного цикла, возможно, сложнее подстроиться под этот авральный режим работы, потому что есть уже задачи на производстве под собственные объекты, их надо исполнять и так далее. Поэтому мы тоже рассматриваем эти форматы увеличения собственного, скажем так, оборота в каком-то смысле. А насколько это весомо на самом деле? Вот Олег же задает вопрос. Вот в этой ситуации, когда сокращается количество выданных разрешений, когда сокращается... Именно по жилищному строительству объемы сокращаются. В этой ситуации заказы, госзаказы на школы, садики или промышленное строительство, или офисное строительство, это реальное подспорье для компаний или нет сейчас? Это реальное подспорье? Для нас, наверное, не так. Если смотреть в цифрах, то к 70 тысяч квадратных метров жилья, которые мы сдали в прошлом году, не более 10 тысяч, это были объекты социальной инфраструктуры. Опять же говорю, это не от того, что нам это не нравится. Мы хотели бы строить, для нас это тоже способ самореализации, как компания. Мы хотим строить качественные, современные, инновационные объекты социальной инфраструктуры в наших проектах или в целом в городе. Но, опять же говорю, как-то это принципиальным образом на нас не сказывается. И нам с точки зрения экономики не надо поддерживать собственную производственную мощность, так скажу. То есть это немножко другое решение, в другой плоскости вообще. Дмитрий Валерьевич. Мы никогда в этом не участвовали, и пока в ближайшей перспективе я не вижу для нашей компании необходимости выходить на этот рынок. А почему? А зачем? Есть специализация. Чтобы вот в этих существующих условиях по жилью поддержать свою экономику. Да, нам пока не надо. Прекрасно. Сейчас прервемся на новости, тематические программы и рекламу, и продолжим в следующем часе. Нам очень важно поговорить все-таки о существующих трендах, в смысле строительства жилья, да, как оно сейчас должно выглядеть, какие стандарты, какие материалы, цены, застройки. Возможности, какие есть, если земельные участки для комплексного строения. И очень важная история, на самом деле, это программа реновации, которая сейчас уже ясна, что эта программа распространяется на всю страну, и в этих условиях, как вы смотрите на реновацию.